В студии Татьяна Голубева я и мои коллеги Расскажем о некоторых событиях дня Смотрите в этом эфире Когда наказание за пьяную езду С погибшими станет жестче Депутаты Госдумы в первом чтении Рассмотрели вопрос об увеличении срока лишения свободы Для нетрезвых водителей Сегодня международный день отказа от военной службы По убеждениям совести Вот я не пойму девочек сейчас Которые за богатеньких, хиленьких Папиных, маминкиных сынков Выходят замуж Как относятся к этому празднику горожане До конца регистрации Остаются считанные дни Это победитель Поздравляю Я же не поверил Как попасть на молодежный форум Алтай территория развития И чем этот проект является для участников До 15 лет лишения свободы Депутаты Госдумы в первом чтении Рассмотрели вопрос об ужесточении наказания За пьяные аварии с погибшими На сегодняшний день По информации председателя Госдумы Вячеслава Володина На российских дорогах По вине нетрезвых водителей Гибнет более 4 тысяч человек в год В связи с неутешительной статистикой Парламентарии решили увеличить срок лишения свободы За нетрезвую езду с пострадавшими или погибшими Если закон в итоге заработает То за причинение тяжкого вреда здоровью Виновнику будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы Сейчас до 4 лет В случае гибели человека от 5 до 12 лет Сейчас от 2 до 7 Если в ДТП несколько погибших Виновного отправят в тюрьму На срок от 8 до 15 лет По действующему закону от 4 до 9 Поправки в уголовный кодекс Планируется окончательно утвердить в мае А вот уроженку Барнаула Марию Бутину переведут в федеральную тюрьму Сейчас девушка находится в заключении В распределительном центре штата Оклахома Куда именно отправят Бутину пока неизвестно А защита Марии старается добиться перевода в тюрьму С более демократичным содержанием заключенных Ближе к Вашингтону Где находится ее адвокатская контора Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США Предварительная дата окончания срока Бутиной 5 ноября Напомним, Мария Бутина была задержана В июле 2018 года Девушка признала себя виновной В конспиративной деятельности В пользу России Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы 9 из них она уже провела за решеткой В ожидании суда Если бы она не признала себя виновной Ей грозило бы многолетнее тюремное заключение Ну это тоже своего рода в заключении Уже 4 года находится барнаульская семья Молодая пара воспитывает ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП Мальчик не может даже самостоятельно стоять Его мама проводит с ним круглые сутки Для разработки мышц нужны постоянные тренировки Но специальные ходунки семье не по карману Так маленький Богдан выражает интерес Или недовольство Руками 4-летний малыш управляет лучше всего А работу целого организма контролирует мама Бульбарный синдром мокрота скапливается постоянно В легких бронхах И она не отходит до конца Не может он откашлять Она густая сильно И мы для этого дышим, чтобы разжижить ее Дышит пара мальчик по нескольку раз в день После этой процедуры у него получается глотать И еще мама помогает Богдану держать голову И она же, как правило, держит игрушки Ребенку сложно, а потому неинтересно У нас вообще игрушки как бы никак Ну, не рассматривает их Он берет, даешь ему в руку Он берет и сразу тут же отпускает Вы должны с ним быть круглосуточно Да, да, да Что он сам не отвлекается С осложненным ДЦП мальчика Семья вот уже 4 года справляется сама Со слов мамы, даже положенную помощь Например, смеси, вбивала через суд А сейчас Олеся все чаще мечтает о первом шаге сына Но предоставляемые ходунки ему не подходят Ведь он не держит равновесие А другие их не предлагают Вот в Алтайском крае, в федеральной Вот в этой, что нам они предоставляют бесплатно Сказали нету Они мне в компьютере открыли перечень этот И сказали, что нету Я говорю, а если платно мы приобретем Сколько возместится? Они сказали 2000 Стоит специальная опора около 140 тысяч рублей Для семьи, в которой работает один отец А пенсия ребенка идет на лечение Сумма непосильная Поэтому семья мальчика просит барнаульцев Помочь купить нужные ходунки Чтобы ребенок встал на ноги Мама и папа Богдана будут благодарны любым пожертвованиям Анастасия Дороган, Алексей Фризин День с толком Продолжаем выпуск Одни уверены, что Родине это не нужно А другим просто лень Сегодня по всему миру отмечают необычный праздник День отказника от военной службы По убеждениям совести Наши корреспонденты вышли на улицы Барнаула Чтобы узнать у прохожих Как они относятся к тем, кто не служил в армии И не планирует этого делать Сегодня празднует Международный день Отказа от военной службы По соображениям совести Как вы относитесь к такому факту Отказ от военной службы? Это свободное мнение каждого человека Поэтому, наверное, какие-то есть обстоятельства Если, конечно, это не симуляция Против симуляции, конечно Но если это действительно осознанное решение Почему бы и нет? Если вера не позволяет ему Есть вполне замена этому Трудовая повинность Поэтому это нормально У нас пока служба обязательная И как бы совесть, не совесть Человек обязан служить по закону Вот я не пойму девочек сейчас Которые за богатеньких, хиленьких Папиных, маминкиных сынков Выходят замуж Они за тех ребят, которые прошли армию Которые отслужили И которые, как говорится, познали, что такое жизнь Скажите, вот если бы вы были мужчиной Вы бы отказались служить? Либо пошли бы наоборот? Нет, пошла бы Почему? Долг перед Родиной Да и самой доказать, на что способны Эти ребята тоже готовы доказать Болокурихи беззаветной статуэтки А ведь когда-то его не хотели брать на работу Сейчас Миша сам себе предприниматель Студент открыл мастерскую для инвалидов, которые валяют из шерсти игрушки, одежду и этим зарабатывают себе на жизнь Проект Михаила выстрелил на форуме «Алтай.роста» Я сначала даже не расслышал, что я победитель Потому что свет прожекторов очень сильный был И очень большой шум тогда был Я даже не расслышал И тут мне другие участники номинации толкают и говорят Да ты победитель Иди вперед, поздравляй Я даже не поверил Как так? На грант в 100 тысяч рублей Михаил закупил много шерсти, расходный материал, швейную машинку Когда деньги закончились, люди стали приходить со своим материалом Мастерская продолжает жить А занятия, которые там проводят, помогают в реабилитации детей с умственными отклонениями Здесь инвалидов не просто готовят к обществу, но и дают зарабатывать на своем хобби Шерстяные игрушки, валенки, тапочки выставляются на продажу в интернет-магазины Шляпку сделала, палантин сделала, шарф У меня такое ощущение, что это занятие вас очень расслабляет Это правильно, это правильно Прямо релаксационный характер носит Кстати, в этом году форум поменяет свое имя 10 лет мы слышали про Алтай точки роста, теперь же Алтай территория развития Программа включает в себя 14 направлений Это спорт, культура, сельское хозяйство, предпринимательство, самоуправление и не только С 9 по 14 июня АТР объединит более полторы тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет Когда только объявили регистрацию форума, у нас буквально за первую неделю зарегистрировался Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Самара То есть откликнулась вся Россия, хотя информационных писем и таких информационных поводов не было До конца регистрации остаются считанные дни А значит еще есть возможность попасть на форум, заявить о себе, выиграть грант и реализовать идею А Миша Погачев в этом году уже в четвертый раз отправится на Сибирское подворье И конечно уже с новым проектом Ирина Корчегина, Николай Шелко, День с толком Ну а далее про ночь музеев В ближайшую субботу край присоединится ко всероссийской акции Этот масштабный проект ежегодно привлекает огромное количество посетителей В 14 раз свои двери откроют более сотни музеев по всему краю В эту ночь обращу внимание, что как и у многих наших коллег музеев 7 часов это без раскачки Это полноценный ударный уже начало программы, которую просто жалко упустить всем Поэтому приглашаем в Гмелика Я напомню, что в этом году нашему музею исполняется 30 лет И поэтому это тоже один из литмотивов музейной ночи Не только Гмелики, еще 40 музеев Барнаула есть что показать Для удобства посетителей разработаны 5 тематических автобусных маршрутов В их числе образовательный, развлекательный и исторический На маршруты нужно предварительно записаться 18 мая с 5 до 6 часов вечера на нулевом километре В этот же день с 7 вечера до 2 ночи музеи всей страны откроют свои двери Кстати, единого билета на посещение экспозиции нет За вход практически везде придется платить Взрослым 100 рублей, школьникам и пенсионерам 50, детям до 6 лет вход бесплатный Но мы переходим к новостям спорта Больше 3000 спортсменов из 10 стран приняли участие в юбилейном 10-м фестивале боевых искусств и единоборств Детям планеты «Мир без наркотиков» Одновременно с этим в пятый раз состоялась Олимпиада боевых искусств в Сибирь, Азия На спортивном празднике наряду со спортсменами из России выступали представители Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Монголии и других стран Они соревновались в 14 видах единоборств Например, демонстрировали свое мастерство в контактном карате, рукопашном бое, кунг-фу и панкратионе Традиционно одним из организаторов фестиваля выступило главное управление МВД России по Алтайскому краю Это очень хороший показательный пример и альтернатива тем, кто еще не пошел в спортзалы И мы очень надеемся, что ваш пример будет достоин для подражания Все руководители силовых структур смотрят на вас, как на то поколение, которое через какой-то небольшой период времени придет в наши ряды и сменит ветеранов Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза Банк Восточный У меня на этом все новости, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok